здорово бойцы это очередное видео на нашем канале и записать его нас заставили известные события которых вы сейчас все знаете сегодня мы поговорим о таком сервисе как flight radar раскроем его сущность еще он состоит как работает какие в нем есть уязвимости чем он для нас стал кто от него зависит то есть проведем некий актуальный обзор системы напомню что данное видео выходит при поддержке компании цкбр ссылку на нее будет под данным видео начнем с того что чем стал для нас сервис flight radar он стал для нас источником информации о всех гражданских и частично военных полетах которые осуществляются над той или иной частью земного шара это сервис который претендует на покрытие всей планеты что кстати является отчасти правдой это сервис который с помощью которого мы всегда можем посмотреть тот или иной полет осуществить мониторинг движения не только в данный момент но и в прошлом потому что сервис хранит информацию о тех полетах этих перемещениях этих данных что были сняты с того или иного борта за практически неограниченный период времени сколько работает сам сервис помощью данного сервиса мы можем проводить анализ трафика то есть смотреть за какой-то зоны например трансполярной или трансатлантической или любой другой и смотреть какие самолеты каких авиакомпаний как летят на каких высотах как много как много их например становится и разменьшается со временем то есть мы можем просто анализировать трафик поскольку имеем не только текущую картину но и историю также сервис используется для поиска рейсов особого внимания эта тема которая сейчас занимает умы всех кто умеет пользоваться данным инструментом я имею ввиду инструментом флайт инструментом флайт радара и это вызывает опасения учитывая то как этот сервис работает сервис флайт радар стал для нас именем нарицательным таким же как серекс или джип настолько глубоко и сильно данный инструмент проник в нашу жизнь поговорим о заблуждениях связанных с данным сервисом краткий опрос моего окружения который вообще говоря является в основном технарями людьми связанными с авиацией показал полное непонимание того как работает данный сервис есть заблуждение что сервис флайт радар имеет некого вендора который предоставляет информацию о полетах и которую потом он агрегирует связывает создает историю добавляет метаданные и уже выкладывает в интернет как например это с google картами или с яндекс картами то есть google и яндекс не имеют своих спутников которые фотографируют территорию планеты и потом это все дело представляет виде карт нет у них есть некий поставщик который предоставляет им спутниковые снимки а они их уже складывают сводят накладывают них метаданные позволяют работать в случае же с flight радаром это абсолютно не так flight радар ни у кого не покупает данные flight радар сам является источником данных и такие компании как и као или американская федерация авиации непосредственно сама получает эти данные с flight радара потому что не имеет подобного сервиса flight радар это уникальный сервис это уникальный проект который сам собирает данные и предоставляет их в общий доступ принципы работы flight радар flight радар это open-source проект в котором работает множество контрибьюторов по всему миру контрибьюторы программисты и компьютер и операторы с недавнего времени она стала частично коммерческий штаб-квартира и разместилась в швеции коммерциализация связана с тем что количество обращений пользователей обычных людей по всему миру становится просто чудовищным для того чтобы закупать необходимое аппаратное оборудование с одной стороны расширять сеть покрытия с другой стороны flight радар вынужден был чуть частично коммерциализироваться что он и сделал но по факту flight радар остается open-source проектом куда может в любой момент войти любой человек и внести свой вклад в работу этого сервиса теперь поговорим о том как flight радар собирает данные данные собираются энтузиастами по всему миру есть открытые аппаратные средства которые расшифровывают служебную информацию которую передают самолеты и отправляют ее на сервера flight радаров повторюсь это обычные энтузиасты которые разместили у себя грубо говоря дома железяку которая принимает из эфира служебную информацию которую распространяют вокруг себя пролетающие мимо самолеты агрегирует ее превращает в пакеты и отправляет соответственно на сервера flight радаров участником повторюсь может стать любой надо только собрать данное устройство сделать правильную прошивку подключить его к своему роутеру через ethernet кабель правильно разместить антенну и в общем-то эта вся система больше ничего от вас не требует она будет сама работать в автоматическом режиме и пока пролетают самолеты передающие данные вы подключены к интернету данная информация будет уходить на сервера flight радар теперь поговорим о том что за данные передает самолет самолета несколько радиоканалов самолеты кстати не только есть еще и дроны и в этом смысле они мало чем отличаются и самолеты дрон в эфир передают по нескольким радиоканалам ту или иную информацию есть данные которые передаются по запросам то есть вы в борт чем-то задали ему запрос на какой-то частоте он соответственно вам через некоторое время ответил а есть та информация которая самолета уходит на периодической основе постоянно то есть есть самолет летит и сообщают у меня все хорошо топливо нормально значит направление такое лечу туда-то и постоянно там с интервалом например в одну секунду на определенной частоте разбрасывать это для всех данные по открытому каналу может принять повторюсь любой адс адсб это один из открытых каналов которые используются для того чтобы сообщить окружающим что я такое куда я лечу какая у меня скорость какая у меня высота какой у меня номер рейса какой у меня позывной какой у меня серийный номер дата и даже если такая информация и в общем набор структурированной информации в том числе меняющийся о полете самолет на регулярной основе по протоколу адсб передает в эфир она информация передается не для то чтобы сообщить штаб какие-то секретные данные а как раз наоборот чтобы сообщить всем окружающим где вы куда вы летите какое направление вашего полета это делается исключительно с целью безопасности именно поэтому протокол открыт именно поэтому любой может прослушать данную информацию но скажем так пользователи контрибьюторы которые работают с flight радаром эту информацию собирать просто отправляют на сервера flight радара чтобы все остальные это видели но повторюсь информация предназначена для других самолетов для диспетчеров для того чтобы скажем так обезопасить полет и цель в конечном счете это безопасность именно поэтому был данный протокол внедрён именно поэтому он используется а flight радар его используют скажем так не по назначению то есть этот протокол был не для flight радара придуман но сама сама работа этого проекта как flight радар стала возможной благодаря тому что данный что этот протокол связи между самолетами появился теперь поговорим о тех уязвимостях технологий flight радар которые на сегодняшний день присутствуют значит у технологии адсб нет проверки подлинности сообщений вообще говоря вы можете передавать не всю информацию только часть информации и поэтому иногда на flight радаре вы видите что какой-то борт и летит и не не все например не видно . куда он летит то есть destination point не виден иногда не виден ни точка взлета не точка посадки вы только видите траекторию перемещения вы не видите не серийный номер ничего только видите только перемещающиеся что-то именно потому что адсб во первых не является обязательным во первых его включать или выключать может принять пилот в любое время решения выключать или включать его пилот может принять решение в любой момент времени точно также какую информацию передавать какую не передавать решает также пилот или оператор который эксплуатирует то или иное воздушное судно это неважно вы только вы поймите главное что протокол несмотря на то что он открыт и является целью является безопасность не является обязательным вы вы не обязаны передавать всю информацию которую этот протокол позволяет передавать. Во-первых. Во-вторых, вы можете передавать ложную информацию. Никто не проверит подлинность той информации, которую вы передаете в эфир. Эта информация может быть ложной, включая ваши координаты, вашу скорость, и никто не сможет ее проверить. В рамках сервиса Flightradar, безусловно, потому что если речь идет о зональных операторах и диспетчерах, то они могут поймать вас на лжи, используя сопоставление из различных источников. То есть у них есть, в конце концов, работающий радар. Если точка, которая передается по протоколу ADS-B, не соответствует тому, что он видит в реальности, через объективный контроль, он, соответственно, сделает вывод, что это неверно. Но когда вы работаете с Flightradar, вот такого сопоставления, ну, как правило, нет. Там есть способ проверки, но о нем сейчас речь не идет. Вообще говоря, если озаботиться этим вопросом, мы можем создать вообще несуществующий рейс, и некоторое время просто вести его из какой-то в пространстве, описывая фигуры, там, петли, там, все что угодно. Все, что вы видите на Flightradar, это не обязательно, что этот рейс, что этот борт, этот рейс на самом деле летает. Поймите, данная система не обладает проверки подлинности сообщений. Она имеет полную открытую, незащищенную систему протоколов связи и аппаратного обеспечения. То есть вы на любом из этапов можете внедриться, либо данные исправить, либо их подменить, либо вообще ввести фейковые. В связи с этим, что делать? Во-первых, относитесь с известной долей скепсиса к той информации, которую вы видите на Flightradar. Знайте о том, как эта система работает. Знайте, что она крайне уязвима к различным способам манипуляции. Знайте об этом. Помните, что данные могут быть подменены или фальшивы с самого начала. То есть не факт, что то, что вы видите на Flightradar как движущийся объект, он существует вообще в принципе. Дальше, что касается Flightradar. Наши пожелания, наши предложения. Нужно срочно вводить систему верификации данных для открытых каналов. И необходимо срочно внедрять на протокол АДСБ, который используется в авиации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...